Через какое-то время опять буду плакать, но я хотя бы буду знать, что я сделала всё. Как ты относишься к тому, что Таня старшая про себя чушь? Говорит, да что взять с женщиной, ну как бы, её возраста? Я с ней тягаться не буду. Пусть что хочет, то и говорит. Знаете, бумеранг в этой жизни никто не отменял. Игорь попросил, да, попросил прощения. У меня же ещё день рождения, скоро. Ну, я, знаете, так скажу. Может быть, вы меня... Он из семьи, которая далека от богемы, от этих всех тусовок. И, конечно, он мне каждый день говорил, давай, пожалуйста, минимизируй свои походы в ночные заведения. Давай будем стараться возвращаться раньше. Не надо, пожалуйста, пить. Ну, короче, он мне это всё говорил на протяжении полугода. Но, вы знаете, я как-то жила, и я думала, что раз он меня любит, он никуда не денется. Поэтому единственный, наверное, вариант был ему достучаться до меня. Это как бы вот не было печально вот так вот со мной поступить. Ну, теперь просто я буду знать, что если сейчас как бы он уже ещё себе что-то там придумает, то это уже будет повод. Честно, я не спрашивала нигде он был всё это время, ни с кем он был. Я вообще ничего не спросила. Просто не знаю. Мне было так плохо, что... Не знаю, что без него, что я думала, что я умру по этому. Когда он пришёл, я, если честно, ничего не спросила. Мне мама сто раз говорила, а как ты поговорила? В общем, как-то так. Нет, я даже ничего не сказала. Я просто вам говорю, как есть. Ну, я знаю, что, может быть, это он мне внушил свою правду, что там... Не знаю, что он меня хочет сломать. Короче, время покажет, если мне сейчас... Короче, всё. Я тоже так считаю, что сейчас жизнь настолько, к сожалению, непредсказуема. Вот. Я смотрю, вообще все практически из дома два уехали куда-то, потому что все там нервничают. Всё. Поэтому я уже живу в моменте, и всё. Что-то я неудачно, по-моему, сделаю. Про Вовочку. Я забыла зарядить телефон на ночь. Расскажу, что было с Вовой, потому что меня так захейтили люди. Вообще, особенно в Телеграме. Я даже туда выходить не могла. Короче, у Вовой обнаружился, к сожалению, рак в яичках там. И, ну, короче, по его теме, вот по этой. И врачи отказывались его оперировать. Я все две недели была в жутком мучении, потому что они его отправили к онкологу. Онколог сказал, что химиотерапию он не выдержит. В итоге мы в последний день, вот когда была операция назначена на два часа, меня как раз-таки по этому поводу затравили в Телеге. Вот, что вот ты наврала, что на два часа на самом деле нет. Я приехала ровно к двум часам на эту операцию. И врач сказал, что он считает, что, типа, собака умрет на операционном столе. И отказался делать. В итоге, когда я уехала из больницы, у него вообще уже там началось кровотечение. Мне же все равно нужно работать. Ну, я в этот день поехала там и на рекламу, и все. И потом, когда я вернулась, уже ночью мы его опять привезли в эту клинику. И уже в два часа ночи его начали постепенно вводить наркоз. И вот до пяти, где-то тридцати делали операцию. И слава богу, слава богу, он выжил. И он сейчас прям, вы знаете, абсолютно счастливый. Вот видно, что его не беспокоят боли. У меня нет колечка сняла, которую мне дарили. И оставила только вот эту вот свою, сейчас я не знаю, видно, нет, бриллиантовую. Это мне братьев подарил на 18-летие. Очень крутое такое. Это вот желто-золотый бриллиант. Как-то так. Крис. Но лечение стоило в районе 100 тысяч. Все. Вместе с операцией. Здесь все прыгает. Он мне немножко, как это называется, останавливается, потому что здесь слабый сигнал интернета. Но если что, если что, если что, я в сторис. Блин, дорого. Да, вы понимаете, я работаю сутками. У меня еще у мамы же зубы все полетели. И сейчас такие цены. Это кошмар. Чем Вова болел? Полный диагноз я выложила в телеграм-канале. Ссылка в шапке профиля. Если кому-то интересно, там полностью прям написано диагноз. И все. И заключение врача. Роскошное кольцо, да. Вот такой вот. Приветик. Да, у него, к сожалению, там были опухоли, которые уже распались. Вы представляете? Это было очень страшно. И главное, что, говорю, врачи боялись делать операцию, потому что думали, что у него сердце не выдержит. И они, ну, как бы предлагали, говорят, давайте его это, типа уже того, и говорят, нет, конечно. Ну, я очень рада, что у меня такой боевой характер. И что я до конца боролась за Вову, видите. Да, я живу игрой уже сколько? Недель, наверное. Да, ну, пока вместе, не знаю. Свадьбу. Я сказала, что делаем мне заново продолжение. Если ты захочешь, если ты поймешь, и все. Ребята, я сейчас выложу видео в ленту. И пожалуйста, отмечайте его. Я буду очень благодарна, потому что мне хочется, чтобы вы мне ставили сердечки и комментарии, потому что очень важна обратная связь от вас. Вы понимаете? Очень важна. А то я все выкладываю, стараюсь, а вы даже не можете мне сердечки ставить. Я вижу, что вы смотрите по просмотрам, то есть видно, что большое количество. Но при этом вы почему-то, вам лень лишний раз мне поставить сердечко на видео, на пост. А мне это важно, мне это реально очень важно, потому что тогда вы меня в ленте теряете, меня перестают вам показывать. Ну, просто давайте хотя бы немножко ставить сердечко. Привет, Маша, всем привет. Зай, ты сделал машину? Машенька, да. Ну, все. Я в эфире, Зай. Руки не совсем изжегут. А, ну, хорошо. Нам нужно камин собрать же, Зай. Соберем. Когда? Когда, Зай? Сегодня. Как погода? Погода как? А? Одинся, теплее, если на полно. А мы сейчас уезжаем, да? Ну, да. Я не нарадуюсь просто татуажу бровей. Просто не нарадуюсь. Игорь, как мы помирились? Скажи, пожалуйста. Игорь. Как мы помирились, спрашивают. А мы не нарадимы. Ну, понятно. Очень красиво. Вот все-таки татуаж решает бровей все. Очень красиво. Нереально красиво. Нереально. Ты просто супер. Спасибо огромное. Все говорят, что ты опять уйдешь куда-то шляться. И пишут, что ты мне изменял это время. А с кем можно узнать? Вот пишут, что ты мне изменял. А с кем изменял? Я не знаю. Факты есть? Нет, фактов нет. Вроде. Но пишет прям одна вот девушка мне очень настойчиво пишет, что ты мне изменял, блин. А с ней изменял, точнее? Но мне это все равно неприятно, честно. Понимаешь, да? Ну, вообще, знаю твой тип пирамид. Я думаю, ты месяц один бы точно не мог быть. Я-то знаю, блин, какие у тебя потребности. Не говоря уж про месяц, я про день говорю. Поэтому, конечно, все печально. А главное, ты молчишь ходишь. А что ты молчишь там, а? Затаился он. Мама со мной не разговаривает после примирения. Ты как-то изменил. Дочь, а что? Скажи-ка мне. Это моя любовь. Моя. Крис Бьюти Френдс. Моя любовь. Как я изменилась, дочь? А, в лучшую? Блин, мне вообще вчера в салоне, в котором делали укладку, говорят, ну что, ты нам хочешь что-то рассказать? Я такая говорю, что... Ну что, говорит, мы не видим, что ли, что ты беременна? Я говорю, вы что несете? Мне почему-то просто все говорят, что изменилось, и я пытаюсь узнать, в чем. Нет, ну вообще я месяц не пью ровно. Может быть, это как-то сказывается. Уже ровно месяц, с 5 сентября, я глотка в рот не взяла. Просто это было мое чистое решение, представляете? А до этого я, ну как бы могла через день спокойно венцо пропустить, бакальчик, шампусик. Не могу найти щетчики. А, вот, нашла. А, дочь, ну конечно, извини. И когда Игорь ушел, я сколько сбросила? Не знаю. Мама, да, мама безумно боится, что все повторится. Так, слушайте, вы меня нахвалили, я пойду на свет, на себя с ума смотреть. Зай, меня тут ухвалят. Открой сторону. Мне говорят, что очень красивая. А ты мне не говоришь. Зай, почему? Я свое чувство выражаю по-другому, Машенька. Не трогай, Зай. Ну ты, конечно, красивее, чем я. Ладно, даже скрывать не буду. Убери руку. Зай, закажи, пожалуйста, ханай, ты мой любимый. Очень прошу тебя. Да не буду тебе показывать, что ты боишься, Зай? Он так боится? Ханай, покажу. Знаете, как будто я знаю, достояние республики. А то у кого-то были сомнения. Чего у тебя с руками? Не было. А, да, были сомнения. Так, мы выходим, нет? Давай, да. Через сколько? Через 10 минут. Давай, собирайся, поехали. Зай, тебе нужно побрить бороду. К дню рождения. Серьезно, у меня за день рождения через неделю. У тебя борода уже до колен. Если бы подписчицы видели, какая густая николаевская борода. Ты так себя любишь, Зай, реально. Это невозможно уже. Ну просто, ну невозможно. Ты слышала, да, Крис? Ты слышала, да, что он несет? Слушай, мне Юлианна пишет, что ты гуляешь и будешь гулять. Да, можно. Вот такой холлайтер. Не знаю, что это за марка. Дочь, что было? скажи а кристина ты вообще что не поняла а ты думала кто там просто мне интересно слушай игорь меня бесит баба какая-то пишет что ты всегда гулял мне это реально не нравится она пишет что ты вот всегда так вот уходишь как мартовский кот гуляешь и возвращаешься спасибо на свечку держит или что не знаю даже крис я так тебе хочу это хочет обнять катя из дуба шикарно как она может быть дубай сам самоназвание за себя говорит уже все 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 а нужно было раньше думать о том и все море все расслался в сумочке валялась даже не знал игорь спрашивает что-то делать 26 сентября ночью настя спрашивать давай вот именно 26 до именно 26 ночи вот она говорит что она знает это был настя коваленко пусть вспомнит говорят вот вот Продолжение следует... Так, мне кажется, очень красиво. Я прям красавица. Ну как? Я молодец, коррекцию сделала шикарно. Очень красиво. Нет, я выставляла вчера вообще-то без фильтра себя абсолютно. Так что не надо тут гнать на меня. Моя супер тушь, кстати говоря. Кабаре. Обожаю эту щеточку. Моя супер тушь. Моя супер тушь. Ну как? Очень красиво. Фильтры убрать? Я не хочу без фильтра быть, естественно. Вот. Пожалуйста. Пока я без фильтров смотрюсь. Вам непривычно, наверное. Я думаю, ладно, пофиг. Моя супер тушь. ты все сделал правильно красотка спасибо большое я люблю до тех людей которые меня поддерживают мне иногда кажется знаете что среди моих подписчиков нет тех женщин которые знаю там любили прощали но это нормально жизнь же не состоит только из того чтобы все было идеально ну я считаю жизнь состоит из того чтобы люди менялись друг ради друга старались там короче вот так вот маме привет обязательно передал конечно просто легче всего знаете так вот сказать все давай пока до свидания а тяжелее конечно же работать над собой на считаю что если встречаешь человек который ты любишь то нужно использовать все что потом не жалеть например что ты там могла дать шанс и не дала и думать об этом лучше сделать и жалеть я всегда живу по такому принципу чем не сделать и жалеть цена туши я покупаю в подружки за 500 с чем-то 535 что ли но это самый лучший тушь 350 до стоит нет я покупала точно за 500 с чем-то 500 здесь что я так ладно ребят все я вас очень сильно люблю я накрасилась это жесть конечно так андроги друзья сейчас я выложу новое видео в ленту я от вас жду поддержку и надеюсь что вы поставите мне много сердечков но комментариев и очень рада что вас